Мы нищие и многих обогащаем, это наша власть Мы нищими себя называем не потому, что у нас ничего нет А потому, что мы сделали дистанцию, мы отрешились Мы сказали, да это все ерунда, управление номер один Ты поставлен на управление Поставлен как сын, на котором мы поставили печать на лбу Раздавать хлеб жизни Это сын, который не говорит, дай мне козленка Сын, который раздает этих козлят Назначает урочное, служанкам Меру хлеба выделяет Мне не нужен миллион долларов, мне нужен миллион возможностей Процветание не здесь Процветание здесь Я хочу, чтобы ты знал, единственная цель у отца В твоем процветании я ведь избрание Здравствуйте, дорогие друзья Я рад, что вы продолжаете учиться и вникать, вгрызаться в откровение многогранного процветания на курсе Меч Соломона Мне хочется называть вас постоянно миллиардерами, миллионерами Просто успешными сынами, которые в состоянии преломлять, умножать Что все в ваших руках, все, что попадает, может умножаться И, конечно же, умножается Конечно же, я верю в успех каждого из вас И верю, что на самом деле вы станете мощными И уже это проявляется мощными, влиятельными личностями в финансовой сфере Я знаю точно, что многих из вас шокировало, взбудоражило В хорошем смысле откровение о торговле Потому что торговля, она всегда ассоциировалась с Вавилоном Который никакого отношения не имеет к Царству Божьему Где как будто бы нет места этим отношениям И я рад, что эта закваска, это помазание Которое через откровение ринулось в ваше сознание Менять нейродизайн вашего мозга Что эта закваска, она заквашивает вас в это откровение о торговле Что торговля это небесное изобретение Что это отношения И скажу даже взаимовыгодные отношения Я все время вспоминаю и привожу в пример по поводу выгоды Потому что религия, она всегда убеждала Что тебе нужно отдать свою жизнь В этом нет никакой выгоды Но потом ты получишь царство где-то там на небесах Я все время привожу Петра в пример Я говорю, Петр был таким парнем Знаете, у него был свой бизнес рыбный Там они продавали Вы знаете, что чтобы процветать от рыбной ловли Важно не только уметь ловить рыбу Но еще и сбывать эту рыбу Если ты не умеешь ее сбывать Никакого смысла ее ловить нету Потому что ты ее будешь есть просто сам И у них было именно бизнес Это не были рыбаки в свое удовольствие Потому что у них были, как мы читаем Свои лодки, сети То есть зачем ловить сетью Если у тебя просто интерес покушать Семью накормить Конечно, сетью ловят те, кто на этом зарабатывает И поэтому Петр Когда Иисус говорил о каких-то наградах Он говорит, нет никого, кто не пошел бы за мной И не имел бы в этом свою награду Петр говорит, ну мы вот все оставили Все оставили, это значит, что было что оставить Говорит, мы все оставили Значит бизнес, бросили сети, пошли за тобой Ну что нам будет? В чем выгода идти за тобой? То есть и самое главное, друзья мои Вот еще вам один показатель того, что Иисус это купец Это коммерсант Это царь, это управитель Он не сказал, как тебе не стыдно, Петр? Я тут жизнь свою за тебя отдаю Это уже по умолчанию ты мой Знаешь, как вот тут уже не упрекал его за этот вопрос Потому что разговаривают, извиняюсь, два еврея Один сошедший с небеса Один, который вот родился от мамы и папы И вот они разговаривают И тот, в голосе которого есть вот это Купи у меня Говорит, советую тебе купить у меня По сути, говорит об этом с Петром Он говорит, Петр, дело в том, что со мной иметь дело выгодно Какие бы ни были гонения Вы только подумайте, что он вам обещает Вы сейчас живете в стране какой-то Вы говорите, да нет, у нас тут плохой инвестиционный климат Да нет, плохо это, кризис в мире Кто-то мне сегодня писал на днях Говорит, вы знаете, скоро доллара и евро уже не будет Уже в этом году, говорит Я говорю, тут осталось два месяца до конца года Там три, четыре С чего взяли, что доллара и евро не будет там до конца года Ну, к тому говорю, что И этот человек говорит Ну, я в интернете смотрел Там столько роликов о мировых заговорах Я говорю, что вы читаете? Господи, просто я вас умоляю Сыны Божьи, не смотрите вы все это У нас есть небесное телевидение И Иисус делает Петру трансляцию Говорит, смотри, как выглядит твое будущее Если ты захочешь Он говорит, вот ты пошел за мной Я тебе гарантирую, что у тебя будет в сто раз больше всего, чего ты оставил Кто-то мне может возразить, сказать Ну, Петр, его распяли вниз головой Судя по преданию Не сильно-то он насладился там земной жизнью Это был выбор Петра Иисус ему сказал, что ты будешь иметь в сто раз больше Уже спустя несколько страниц мы читаем, как к ногам Петра готовы были нести любые деньги То есть он мог бы делать что угодно Но выбрал какие-то вещи Которые Которым был предназначен То есть по своей жизни я также знаю Что когда у тебя Ты вкушаешь лучшее То какие-то вопросы, связанные с материальным преуспеванием Они могут отойти на задний план И обычно апостолами становятся не потому, что Ну, как говорится, нигде не состоялся Дай уже апостолом буду, знаешь Нет Смотрите, апостолами стали люди К ногам которых несли деньги Ребята, вы думаете, что к их ногам несли деньги Потому что они верили, что они устроят всем коммуну какую-то Да, там, сделают общину Равномерно распределят Нет Люди видели на них это И несли деньги Им было все равно, как распорядятся апостолы И так будет всегда Это у нас будет тема урока о помазании Я хочу сказать, что Иисус разговаривает с Петром Показать вам это Разговаривает с ним, как купец Он говорит Выгодно Ты вот отдаешь мне то, что есть у тебя сегодня Кстати, это касается темы нашего урока сегодня Мы будем сегодня говорить про поле Поле, скажи со мной Мое поле Да И Иисус говорит с ним с точки зрения его нового дела Он говорит Вот ты идешь за мной Материальный ресурс Это будет просто потрясающе Я помню, с кем-то говорил Прямо сто домов Это имеется в виду, что в сто домов Ты будешь вхож Я говорю Нет Сто домов у тебя лично будет Если надо Если надо У тебя в каждой стране будет свой дом В каждом городе Если надо Просто мне лично сто домов не надо Впрочем, пускай будет Я найду им применение Да Ну, если надо Практически Иисус говорит Ресурс не ограничен Сто домов Так сто домов Ну там Без проблем Но вы заметили, что это язык взаимовыгодный Он не психанул на Петра Не сказал ему Что ты такое говоришь Евангелие Это вот самоотверженная какая-то штука Евангелие, друзья мои Это хорошая новость с неба Это трансляция неба О том, как будет Это ежедневные новости Евангелие Это новость Это ежедневные новости О том, что будет В мире И именно потому, что мы не относимся К Евангелию Как о новости Что конкретно должно происходить в мире Мы не реагируем на это Как на мирские новости Вот женщина прочитала Что евро не будет И она уже что-то думает Куда это евро Но вместо того, чтобы читать Небесные новости Трансляцию Что у тебя все будет хорошо Она бы действовала Как человек, у которого все будет хорошо Смело, решительно Грубо Прямо, откровенно Понимаете Вместо этого Она наполняется страхами Которые ею движут Спасти там Что-то Какие-то деньги Ну и так далее Поэтому Торговля Это номер один Это Правильная позиция Вообще Евангелия Взаимовыгодная И друзья мои Человек так устроен Что он Делает все с выгодой Кто-то может сказать Ну какая выгода была в кресте Ребята Как какая выгода Дана всякая власть На небе и на земле Крестом написано Он что сделал Приобрел Себе Церковь Тебя и меня Это Оказывается Было приобретение Одна из Версий Слово Свершилось Есть такое слово Каталасу Это Оплачено Есть еще такие Знаете Прямо Ну как Картинки Такие Мотивирующие Оплачено Написано Искупил То есть он Жизнью Заплатил Но не просто Отдал Делайте что хотите Написано Он приобрел Спустя два дня Он приходит И говорит Да на мне всякая власть На небе и на земле Что это Это цена За что За товар По сути Поэтому все В Евангелии Друзья мои Оно вот так строится Давайте вернемся Теперь к финансам Мне вот Часто задают Такой вопрос Смотрят на курсы Говорят Ну вначале Ты говорил Что Бог любит Бездельников Что вот Бездельников Таких Которые сидят И Он им все дает И ничего делать Не надо И как бы И так далее А сегодня Вы уже говорите О том Что Нужно свой бизнес Нужно управлять Там и так далее Как это вообще Состыкуется Это очень просто Состыкуется Дорогие друзья Сейчас я скажу Об этом Но еще раз Напомню У нас сегодня Тема Мое поле Скажи Мое поле Я заметил Очень сильный Интерес И это было Предусмотрено Стратегически Выстроено Чтобы ты захотел Иметь свое поле Чтобы ты захотел Иметь свое поле Потому что Это в буквальном смысле Слово Закон Животворящего Духа Действующий В тебе Хочет Или как правильно сказать Вселяет Это желание Как написано Бог производит Желание И действия Бог производит Желание В каждом Сыне Иметь свое поле Почему Вернемся К этому Позже И вот Меня спрашивают Мне говорят Каким образом Состыкуется Позиция бездельника С позицией Бизнесмена Ведь бизнесмен Это не бездельник Это Реально Такая Рабочая лошадь Знаете Во-первых Я не считаю Что бизнесмен Это рабочая лошадь Рабочая лошадь Это существо Которое работает На бизнесмена Вот моя позиция Такая Если бизнесмен Сегодня Как рабочая лошадь Загнанный У него Что-то Не в порядке С головой Это не оскорбление Друзья мои Это мудрость Соломона Как я уже говорил Что Мудрый Соломон Сказал Что когда Топор Тупой Приходится Прикладывать Много усилий Знаете Почему Он говорит Именно Топор Почему Не меч Почему Потому что Топор Это рабочий Инструмент И когда Ты Вместо Того Чтобы Головой Думать Превращаешь Ее В топор Это Выглядит Вот Так То есть Вот Рубаш То есть И практически Не поднимая Головы И он Говорит Что Когда Топор Тупой То Приходится Прикладывать Усилия Везде Где Ты Начинаешь Включать Усилия Ты Лишаешься Наслаждения Это Пот Лица Это Все И я Понимаю Любой Бизнесмен Может Сказать Да Ты Представляешь Это Какая Беготня Это Туда Пойди В налоговую Пойди Товар Закупи Это Все Друзья Мои Реально Это Низший Уровень Управления А Какой Выше Выше Когда За тебя Делает Кто-то Другой Сейчас Мы Еще До Этого Дойдем И Вот Смотрите Значит Спрашивают Меня Каким Образом Позиция Бизнесмена Состыкуется С Позиции Бездельника И Вот Меня Одна Сестра Спрашивает Я Чтобы Вот Моя Жизнь Я Реально Бездельница Я Думаю Ну Слава Богу Хоть Честно Я Бездельница И Я Б Хотела Вот Чтобы Мне Вот Я Ничего Не Делал А Мне За Это Еще Деньги Платили И Как Б Я Б Довольна И Я Не Против Если Вы Думаете Вот Вы Сейчас Слушаете Это У Некоторых Праведный Гнев В смысле Бездельник Это Нормально Это Нормальная Позиция Вот Хотеть Ничего Не Делать И Чтоб Тебе За Это Деньги Платили Хотите Вам Скажу Что Для Этого Надо Вы Удивитесь Возможно И Расстроитесь Для Этого Нужно Друзья Мои Организовать Себе Такую Жизнь Вот И Я Те Сестре Так И Ответил Никаких Проблем Организуйте Себе Такую Жизнь Для Этого Чтобы Организовать Себе Жизнь Безделия Ну Будем Так Говорить Чтоб Не Бегать Не Вкалывать Не Работать Да Еще Чтоб Тебе За Это Деньги Платили Это Нужно Всего Лишь Одно Беготня В этом Не Поможет Лопата В этом Не Поможет Даже Деньги Не Помогут А Что Поможет Поможет Друзья Мои Умение Организовать Такую Жизнь А Умение Организовать Оно Находится Вот Здесь Оно Не Находится В силе Твоих Рук Как Соломон Сказал Про Топор Он Говорит Если Прилагаешь Усилия Мудрость Может Это Исправить Мудрость Она Делает Так Что Усилия Прилагать Не Приходится Мудрость Тебе Можно Не Вставать С Дивана И Кто Говорит Ну Как Это Вообще Работает Я Объяснил Я Даже Пример Привел Смотрите Люди Друзья Мои Такие Простые Вещи Говорю Но Они Ведут Реально К Расчехлению Ума Потому Что На самом Деле Здесь Содержится Нетление Нетление Это Не Инертный Газ Который Не Подвин Нетление Это Интенсивная Сила Воскресения Это Громы Молнии Вот Здесь Никогда Не Будет Никакого Безделья Вот Друзья Мои Вот Здесь Не Будет Безделья Безделье В голове Друзья Мои Оно Называется Празднолюбством Я Вам Даже Скажу Как Мудрый Соломон За Это Говорит Когда Мы Говорим За Праздность Друзья Мои Праздна Ты Можешь Находиться Вот Знаете Как Ничего Не Делать Физически Это Жизнь Адама Была Праздник Каждый День Адам Рай Голая Ева Рядом Ходит Что Еще Для Жизни Надо Вообще И Эта Жизнь Была Предусмотрена Он Только Мог Сидеть Друзья Мои Чем Он Занимался И Должен Был Творить Давай Здесь Организуем Город Золотой И У Него Все Для Этого Было Но Это Отдельная Тема Вы Ее Уже Штудировали Но Соломон Друзья Мои Он Горит Такую Штуку Притча 12 11 Кто Возделывает Землю Свою Тот Будет Насыщаться Хлебом А Кто Идет По Следам Празднолюбцев Тот Скудоумен То Есть Отсутствие Управления В голове Называемое Скудоумием Оно Выливается В то Что Человек Ну Как Начинает Любить Вот Это Состояние Тупости Ума Это Никакого Отношения Не Имеет К Лопате Празнолюбец Он Это Не Про Лопату Там Вообще Все Понятно Празнолюбец Написано Это Вот Как Эстезия Источает Тук Празнолюбие Источает Скудоумие Вот Когда Человек Не Хочет Думать Не Хочет Брать Извлекать Отсюда Нетление И распространять Его Приумножение Оно Все Здесь Содержится Когда Он Не Хочет Этого Делать Вот Эту Позицию Соломон Называет Празнолюбцем Искудоумием Теперь Мне Скажите Вы Читали Что-нибудь Про Соломона С лопатой Нет Вы Читали Что-нибудь Про То Что Соломон Потел Там Знаете Как Трудился Он Написано Знаете Там Принял Я Решение Услаждать Своё Тело Вином Потом Он Завёл Себе Кучу Женщин Там То есть Его Жизнь Она Была Очень Похожа На Вот Это Празнолюбие Но Нет Управление Стояло На Высочайшем Уровне И Именно Отсутствие Вот Этого Управления Оно И Называется И Празнолюбцем Ну Боже мой Выговаривать Это Всё Искудоумием То есть Праздность Она В голове Когда Твои Чресла Ума Расслаблены Когда Ты Не Можешь Соображать Это Катастрофа Это Худшее Состояние Знаете Я Человек Носили На Плечах Вот Практически И Являлось Присутствие Бога Всё Для Чего Нужно Тело Послушайте Максимальная Нагрузка Которая Вообще Должна Быть На Теле Это Просто Носить Твою Голову За Всё Остальное Отвечает Голова Тело Не Предназначено Чтобы Вот Это Вкалывать И Потеть Оно Не Надо Оно Предназначено Для Носить Голову По Сути Вот Ковчег Носили На Плечах Вот Твое Тело Оно Просто Предназначено Носить Голову Получить Это Могущественное Откровение Тело Не Должно Страдать Ещё Что-то С ним Происходить Такое Случается Я Не Говорю Что Надо Сейчас Нам Нежить Тело Нам Не Тело Надо Нежить А Голову Достойно Носить Запомните Не Здесь Написано Кто Будет Возделывать Землю Свою И сразу Может У раба Сразу Рисуется Возделывать Землю С лопатой И Так Я бы У Соломона Тоже Спросил А ты Возделывал Землю Свою Ты Что Значит Скудаумный Празнолюбий Чего Ты Не Возделывал Землю Он Он Б сказал Земля Которая Мне Была Дана Израиль Я Возделывал Посмотрите Во что Она Превратилась Возделывая Своё Поле Друг мой Как господин Жатвый Сейчас мы К этому Придём И поэтому Когда люди Лежали Лентяи И они Не хотели Знаете Вот у меня Тут кондиционер Висит Вот сверху А вот Телевизор И Когда я Когда я Понимаю Что человек Лежащий Напротив На диване Соответственно Вы можете Понять Что напротив Этого телевизора Стоит диван И вот Когда человек Лежал На диване Уже Телевизор Был Изобретён Кому-то Пришла В голову Боже мой Каждый раз Как канал Переключать Каналов Становилось Всё больше Телевидение Развивалось И кому-то Пришла Мысль Ну зачем Мне Вставать Каждый раз Неужели Нельзя Что-то Придумать И человек Как лень Двигатель Прогресса Лентяй Он придумал Пульт Чтобы Кондиционер Переключался Чтобы Телевизор Переключался К чему Я это Рассказываю К тому Что друзья Мои Когда ты Хочешь Избежать Беготни Тебе Нужно Организовать Себе Такую Жизнь Организовать Жизнь Где ты Сказал И стало Значит Кто-то Побежал И сделал Организовать Такую Жизнь Что ты Нажал Кнопку И Оно Раз И стало И тогда Вот это Называется Острый Топор Мудрость Исправляющая Всякую Беготню И поэтому Мой Ответ Если ты Меня Спросишь Хорошо Ли Быть Бездельником Я говорю Хорошо Просто Организуй Себе Такую Жизнь Если Ты Тот Бездельник Который Потом Начинает Голодать Одалживать Звонить Куда-то Решать Свои Вопросы Движимый Голодом Нехваткой Свет Не горит В квартире Друзья Мои Это Уже Не Бездельник Это Уже Прознолюбец Скуда Умный Который Ну Хорошо Можно Зарабатывать Вот Если Включить Голову Начать Изучать Что Не Сериалы Смотреть Это Уже Отдельная Тема Мне Понравилась Реакция Слушателей Когда Я Рассказал Про Систему Что Какой-то Человек В банк Под 2% Предлагал Ложить 50$ В месяц Уйма Народу Бросилось Изучать Банки Где Дают 2% В месяц И Выяснилось Что Нигде Не Дают Ребята Это История Многолетней Давности Тогда Давали Заманивали В банк Сейчас Во многих Банках Мира Вообще Не Дают Никаких Процентов Под Депозиты Ты Еще Будешь Платить За То Что Хранят Твои Деньги Я Вам Эту Историю Рассказал Как Притчу Как Иллюстрацию Показать Что Человек Обнаружил В свое Время Такой Вариант Ну Кстати Еще Есть Такие Варианты С Другими Правда Процентами Но Не Суть Зачем Бежать Как Будто Я Предложил Схему Заработка Смысл Этой Притчи Был В том Чтобы Создавать Финансовую Буферную Подушку Которая Предназначена Преломить Умножить Когда Появится Поле А Поле Ты Должен Искать И Об этом Сегодня Речь Итак Свое Своё Поле Это Не Поле Где Ты Копаешь Своё Поле Это Где Ты Как Господин Жатвы Организовываешь Работу И Также Хочу Сказать Сразу Друзья Мои Что Как Мы Говорили Есть Своими Руками Там Лопата Есть Поле Есть Корабли И Один Может Бросить Лопату Сразу Знаете Вот Бах Там У него Вспышка Осенила Вау Теперь Я Могу Избавиться Выбросил Всё Понял Что У него Всё Есть Для Того Чтобы Войти В Поле И Такие Люди Они Обязательно Есть На нашем Курсе Уже За Время Курса Мне Поступали Многие Свидетельства Недавно Брат Один Писал Что Говорит Вау Я Никогда Не Думал Что Торговля Это Моё Я Думал Я Делаю В Интернете Продукт И Продаю Его Я Говорю Видите Обнаружилось Поле Он Уже Всё Туда И Это Не Один Случай И Поэтому Я Верю Что У Каждого Из Вас Уже Есть Жажда Иметь Это Поле И Один Может Бросить Сразу Я Рассказывал Свой Пример Что Я Знал Моё Поле Я Его Знал Я Его Уже Высмотрел Я Знал Как Оно Выглядит Но Я Ждал Момента Когда Я Смогу Бросить Лопату Для Меня Это Была Как Я Уже Говорю Сумма В Десять Тысяч Долларов Которая Позволила Бо Мне Один Год Просто Не Работать Бросить Лопату И Жить На Эти Деньги Развивая Своё Поле Я Знал Что Примерно Год Мне Нужен Кстати Год Это Хорошая Тема Мне Примерно Нужен Год Чтобы Уже Укорениться На поле Владеть Им Организовывать Работу И Соответственно Это поле Оно Уже Что-то Приносило Во всех Смыслах Творческое Удовольствие Человеческий Ресурс То есть Я Расцветал И Занимался Любимым Делом Моё Желание О поле Не было Только Лишь Финансово Найти Какое-то Поле Если Тебе От поля Нужны Только Деньги Скорее всего Ты это поле Просто Убьёшь Ты его Затерроризируешь Мы знаем Мы не смотрим На деньги Мы смотрим На более Серьёзные Цели Управления Также Всякому Начинающему Соломону Знаете Вот возникло Несколько вопросов И это было Ожидаемо Возник вопрос Естественно Типа Как вот это Бросить поскорее Лопату И как вот это Жить Такой жизнью Ничего не делать Хороший вопрос Мы с этим Разобрались То есть Пускай Твоё желание Быть бездельником Станет Мотиватором К прогрессу Твоего ума Придумай себе Как организовать Такую жизнь И конечно же Когда ты решил Иметь своё поле У тебя Всегда возникает Вопрос номер два И мы будем Об этом говорить Сегодня И в следующей уроке Это вопрос Первого капитала Все Первый вопрос Задают Не с чего начать Нет денег Следующий Кстати урок У нас будет Уроком О ресурсах И поэтому Мы будем Высвобождать Эти ресурсы И я думаю Что это тоже Будет очень практично Но хочу сказать Друзья мои Чуть-чуть Я об этом уже говорил И писал В чате Говорил с разными людьми Я советую Всякому Начинающему Соломону Взять себе В мысль В разум Настроиться На то Чтобы Начать Без денег Я понимаю Что с точки зрения Привычного мышления Это кажется Нереальным Ну как Без денег Начать Кто-то мне Даже говорит Вот у меня Уже есть проект Все что нужно Это денег Влить туда Деньги Я говорю Нет Вот фраза Вот без денег Никак Вот есть такая фраза Но без денег Никак Неправда Сама эта позиция Друзья мои Это очень серьезно Я хочу Чтобы вы меня Услышали То что я сейчас скажу Оно должно активировать Еще сильнее Вот эту штуку Золотой ковчег Да Все что мы делаем Это активируем Эту штуку На самом деле Порядок божественный Он такой Золото появилось После сотворения У отца был проект Он видел его Он двинулся туда Смотрите Там золото Это важная часть Была этого проекта Почему Как я уже говорил На земле должен был быть Золотой город И есть Потому что Бог его сам Уже построил Но должен был его строить Адам И вот смотрите Золото было в этом проекте Но оно никакого отношения Не имело к сотворению В начале было сотворение И только потом Было золото Люди Вот почему Знаете Как в царстве божьем Все наоборот В миру То есть В обычном нашем представлении Сначала золото А потом проект А у Бога Все наоборот Он говорит Сначала проект И в проекте Я заложу золото Которое ты найдешь Но сначала проект Иисус Он прямо Демонстрировал это И это друзья мои Кто-то сидит Вот знаешь Если у тебя религиозная голова Реально Первое что тебе приходит Ну конечно А что там Бог Он щелкнул Дунул Плюнул Землю сотворил Золото сотворил Друзья мои Но это Не просто сотворение Это божественный порядок Божественный порядок Для каждого Кто хочет Выстроить Что-то Какой-то золотой город Свой золотой город Своё вот это Ну вот Да Понимаете Бизнес Там что угодно Это божественный порядок Сначала сотворение И сотворение Начинается Вот отсюда У тебя должен Развиться план Видение У тебя Вот знаешь Как его сотворить Сотвори в своей голове Чёткие Понятные Планы С конкретным Видением Возле чего И где Будет золото Вот здесь Начинается Прибыль Вот здесь Начинается Вот этот Строительный материал Золотой Вот такая Была комбинация Друзья мои И возможно Твой арбуз Сейчас трещит И ты думаешь Ну как Начать без денег На самом деле Всё Начинается Всё равно Без денег Обычно Тем кому Дают деньги Они потом Придумывают Идеи Там ничего Не получается Всё Сначала Начинается Сотворение Вот здесь И увидел Хорошо И там Золото Где золото Где ты Увидел Там хорошо Услышали Он говорит Увидел Что это Хорошо И там Было золото То есть Надо увидеть Что-то Хорошее И мы Говорим Задумало О поле Вот он Задумал Задумал Это появилось Его разуме И потом Это появилось Снаружи Иисус Он посылал Ребят Без денег Тот опыт Который Они приобрели Они возвращались Они хохотали От счастья Они сумели Знаете Как Не просто Они без денег Пошли Чтобы были Чудеса Деньги Были не нужны Но Он послал Их даже Без меди В поясах То есть Заведомо Понимая Что еду Они себе Не купят Он хотел Чтобы они Двинулись Именно так В бизнесе Происходит То же самое Если у тебя Сегодня Нету денег У тебя Все шансы На чудеса На какие-то Сверхъестественно Открытые двери Не надо Тебе деньги Если деньги Сегодня Не то что Они тебе не надо Они будут В своем месте Они будут Жерегата Они пошли Без меди В поясах Но не ходили Ну как бы Голодные Да То есть Все у них было Они пришли Они смеялись От счастья Возможно Даже их денег С собой принесли Говорит Видишь Посылал ни с чем А вот вернулись Тут и И решили сложить Это ящик Вот так появился Ящик Иуда Евангелие От Андрея Итак Друзья мои Начать без денег Это выйти к цели Не имея Меди Даже в поясах Что это означает Это означает Я согласен Идти без денег Я согласен Терроризировать Если так можно сказать Золотой ковчег С его нетлением Внутри До той поры Пока я не увижу Где В моем Видении Деньги И тогда я пойду Вдоль реки Потому что Деньги всегда Они Это к ним ведет Специальная река Я уже говорил Об этом Да И я возьму Золото Это не теория Друзья мои Все что Ты будешь Все как Ты приобретешь Своё поле Вот как Помните Иисус говорил Поле Это мир Мир Вот у Бога Поле Мир Теперь это Поле Твое Где в нем Золото Спроси у Бога Нет Все Знаете Люди говорят Мне нужно Там Вот чтобы Бог мне дал Открыл там Какую-то дверь Еще что-то Давай я скажу тебе Прямым текстом Мой друг Бог сегодня Это ты Воплощение Бога Это ты Сегодня Бог Он не будет Знаете Вот нету таких отношений Господи Дай на Мы открываем Свои желания Только Да если честно Это чаще всего Для того Чтобы самим Определиться Чего мы хотим Благодарим Находимся В этом состоянии Верой Потому что Благодарность И вера Они взаимосвязаны И ты Открываешь Свои желания Самоопределяешься Я сегодня Говорю Послушайте Вы верите Что ключи Ада и смерти У вас в руках Реально Вы же сын Но когда Речь идет О ключе К преуспеванию У вас сразу Нет у меня Никакого Если бы у меня Был ключ Я бы наверное Крутанул бы Деньги бы посыпались Да Но когда у тебя Есть ключи От ада и смерти Это означает Что Ты в своей жизни Решаешь На каком месте Ад и смерть Ты можешь Остановить истязание Ты можешь Остановить смерть Да Как таковую Все пожалуйста А что это за ключ Ключ мои друзья Это разумение Иисус говорил Фарисеям Вы взяли Ключ разумения Ключ это Разумение Когда ты понимаешь И для того Если у тебя есть Ключ разумения Если так можно сказать Действия ада и смерти Почему так мало веры В то что у тебя есть Ключ К пониманию Разумение Ключ Каким образом Процветать Я раньше Когда-то шутил У нас были там Проекты Где регистрация Была 100 долларов Еще когда мы были В системной церкви Там Да И Я прямо шутил Я говорю Вы слушайте Вы верите Что вы идете На небо Да Но у вас нет Недостаточно веры Чтобы найти 100 долларов Это как-то странно Вы реально верите Такие огромные вещи Как спасение Но вы не верите Что вы можете 100 долларов найти Это очень странно И действительно Иисус сопоставляет Он говорит Если вы С неправедным богатством Рулить не умеете Кто вам истинное доверит Вот это интересно Он говорит Те вещи В которые вы верите Я сейчас говорю Это вам Ребята Те вещи В которые вы верите Они намного больше Чем деньги Но когда доходит Речь до денег До финансов Почему мы так Не можем высвободить Вот эти огромные вещи Ответ только один Может быть Просто раздуты Иллюзии Занатто Гордыня какая-то Знаете Когда мы такие Знаешь Да мы можем там Бегать по разным планетам В духе там Посещать непонятно что Но мы не можем найти Вот просто На себе На пропитание Обеспечение Это странно Но мы сегодня Как раз этому и учимся Да Итак Сотворение Всегда предшествует Золоту Мы вот сейчас Два принципа Зацепили Да Первый Если ты бездельник Организуй себе Такую жизнь Где тебе не нужно Будет делать То есть Практически Беготню Поменяй На управление И все Ты будешь лежать Ничего не делать Все что у тебя Будет работать Это твои извилины И как только Они начнут работать Тут же вокруг тебя Будет куча народу Которые будут бегать Делать что ты говоришь Будут тебе там Приносить Все что хочешь Мы еще Ой друзья мои Мы когда начнем Говорить за инвестирование По-настоящему Мы вот эти вещи Тоже еще Разберем Скоро у нас Уже сегодня Начинается наш квест Сегодня будет Первое задание Итак И момент второй Это Сотворение Всегда предшествует Золоту Сначала Настройся на Сотворение Твори 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 Пускай твой котелок Вот этот Варит 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 Изучает все Поле Это мир Мир Это поле Изучай Это поле И найдешь Там свой кусок Со своим золотом Это сто процентов И Когда ты говоришь Что без денег Никак Я еще раз говорю Это вызов Сотворению Вот реально Нет Без денег Настройся Начинать Выйти в этот путь Без денег И прежде всего Это вот здесь Смотрите дальше Следующее Поле Это уже Третий у нас Поле Что такое Поле Поле Это твой бизнес Это твой кусок Это то что Делает тебя Личностью Которая Уже является Господином Поле Это Имеет собой Владельца Называемого Господин Жакры Когда говорится А еще раз повторяю На труде На поле Раб Это воспринимает Что тебя Отправят Работать На поле Когда ты Уже С лопатой Расстался То поле Ты приобрел Не для того Чтобы с одного Переключиться Еще и Копать на поле Нет С этого момента Ты смотришь На себя Как на господина Жатвы Что делает Господин Жатвы Давайте посмотрим Господин Жатвы На него Работают Ангелы На него Работают Ну есть Невидимые Существа Давайте Вот так вот Посланники Вестники Невидимые Существа И на него Работают Видимые Существа Так называемые Делатели То есть Жнецы Как я уже говорил Все содействует Твоему успеху Ангелы Тебе помогают Это уровень Если ты надеешься На лопату Ангелы Тебе не помогают Максимум Что ангел Тебе будет помогать Это чтобы у тебя Позвоночник Не хрустнул Потому что Ангелы Повинуются Кому Голосу Кого Сына Божьего Поэтому Когда Сын Божий Сын Это Наследник Сын Это Владелец Сын Это Господин С неба Это Не красный Глиняный Адам Занимается Своим Полем Смотри Друг мой В твоем Бизнесе Уже есть Предназначенные Ангелы Которые будут Устраивать Тебе обстоятельства Они Понесут Тебя Чтобы ты Ногой О камень Не притнулся Чтобы ты Ни снова Не начал По земле Ходить Вот это То Что делает Бизнес Наслаждением Второй Пункт Который Делает Бизнес Наслаждением Господин Жатвы Высвобождает Делателей Нажатву Это умение Привлечь Людей В свой Бизнес Таким Образом Чтобы ты Ничего Не делал А только Управлял Я вам Хочу сказать Друзья мои Как есть Знаете В коммунизме Конечно Эту мысль Ее Атрофировали Эту истину Они называли Это эксплуатацией Там Рабочего класса И так далее Друзья мои Эксплуатация Вообще Можно я вам скажу Это нормальная вещь Вообще Абсолютно Нормальная вещь Когда один человек Эксплуатирует Другого Просто не надо Закладывать В это Злой смысл Злой смысл В эксплуатацию Заложили Рабы Которые говорили Ты хотел Поиметь С меня Чего я Не Не ложил В меня Не вкладывал Но на самом деле Забегая Чуть-чуть Вперед Опять-таки Мы еще Будем Это рассматривать Я вам хочу Сказать Что на самом деле Есть масса Людей В мире Которые Прекрасные Исполнители Прекрасные Работники Но они Никакущие Управленцы Они не будут Никогда Управлять Почему Они не хотят Это люди Настроены Так Дайте Я отработаю Давайте Починю Компьютер Покопаю Огород Посмотрю Ваших Детей Наймите Меня Я сделаю Шикарно Свою работу Он ее Даже сделает Лучше Чем ты Но если бы Ты этого человека Попросил Сказал бы Слушай Ты такой Хороший Работник А что Ты не начнешь Свой бизнес Он сказал О нет Я вот так Отработал Ушел Я знаю Своё дело Есть даже Такие работники Которые Огромную Зарплату Получают Но он Физически Работает Может даже Умственно Работает Но свое Поле Он не мечтает Иметь Он говорит У меня хорошая Зарплата Зачем мне Своё поле И таких Людей Очень много Очень много И логично Что их Даже где-то Больше Чем Управленцев Но управленец Внимание Это Человек Который Личность Которая Способна Нанять Кого-то Просто Позвать Увлечь Или Ну как Смотивировать Работать На поле Представляете Вот я уже Говорю Даже За этих Ребят Которые Стояли Праздно Помните В конце Дня Владелец Виноградника Подошел И говорит Иди Работай На моем Поле Что будет Причитаться Я тебе Дам Никаких Договоренност Даже сумму Не назвал Говорит Что будет Положено Дам Тебе Чего там Наработаешь То есть Эти ребята Пошли на него Работать Не знаю Сколько Получат Это целый Талант Уговорить Человека Работать И сказать Что Ну Потом Разберемся Понимаете Потом Мы еще За это Поговорим То есть Господин Жатвы Это Личность На которую Работают Ангелы На которую Согласны Работать Люди И Это Целое Искусство Мы еще Потом Поговорим Сегодня Вам главное Друзья Мои Запомнить Что Господин Жатвы Это Когда Ты Управляешь А кто-то Работает Злые Рабы Называют Этой Эксплуатацией С другой Стороны Кто вас Заставляет Берите Управляйте Я Рассказывал Такой Пример Я Когда-то Работал На одного Богатого Человека И он Начинал Свою Деятельность С того Что Сам На машине Развозил Навоз На полях Я Приводил Этот Пример Впоследствии Став Миллионером Правдами Неправдами Он Уже Ставил Директоров Он Был Просто Как Владелец Нескольких Компаний Очень Богатый Человек И он Ставил Директоров Уже И Занимался Чем Хотел Ездил На гонках Катался На Феррари В Любую Точку Мира Отдыхать Ездил Там Семья Покупал Какие Дома То есть Он Вел Такую Жизнь Инвестиции И Как Б Делал Что Хотел Я Помню Подслушал Однажды Может Вы Забыли Этот Пример Но Я Вам Скажу Я Подслушал Однажды Как Он Говорит Практически Мысли Вслух Кому То Говорит Какой Я Был Дурак Когда Молодой Был Зачем Я Сам Что То Делал Надо Было Сразу Управлять Больше Заработал Годы Бы Не Потратил Ну Начинал Все Сам И Конечно Кто Его Слышал Он Б Сказал Так А Первый Капитал У Тебя Ничего Не Был Он Знал Что Это Не Важно Вот Вам Друзья Мои Подслушанная Мысль У Мультимиллионера Он Знал Что Не В Первом Капитале Дело А В Умении Организовать И Господин Жатва Это Тот Кто Умеет Организовать Без Денег Нет Денег Или Чуть Чуть Денег То есть Ставка Не На Деньги Мы Об Это Поговорим Еще В Уроке Ресурсы Который Будет Следующим Нашим Уроком Итак Вы Уже Хотите Иметь Своё Поле Давайте Чуть Чуть Подведем Итог Мы Уже Близимся К Развязке Значит Первое Если Хочешь Вести Расслабленную Такую Жизнь Интересную Тебе Надо Ее Себе Организовать Вот Здесь Умом Без Усилий Второе Если Ты Начинаешь Своё Поле Первое Тебе Надо Вооружиться Мыслью Опять Вот Здесь Не На Деньги Ставку Делать Следуй Будь Как Отец Будь В Его Законе Не В Мирском Который Золото Начинать Будь В Задай Своему Золотому Ковчегу Задач Побольше Пусть Он Пробудится Ото Сна От Спячки От Восознанность И Конкретно Искать Сейчас К этому Придем Третье Господин Жатвы Владелец Поля Это Господин Жатвы Где Он Уже Оставляет Лопату Может Он Выйти С Лопатой Поработать Больше Удовольствия Если Кто Любит Еще Покопать Что Там Ну Нормальная Тема Я Видел Владельцев Ресторана Которые Подметали Вокруг Своего Ресторана Не Потому Что Уборщицы Не Было А Им Просто В кайф Это Ресторан Это Все Могли Официантам Поработать Один День Вот Они Любили На Разных Позициях Я Знал Одного Человека Он Был Владельцем Сети Маршрутных Такси И Он Любитель Был Брать Смотрел Крадут Или Нет Водители Ну И Он Любил Просто Это Делать Общался С Народом Знаю Что Это Все Его Он Общался С Народом Он Знал Там Людей На Маршруте То Есть Вот Такой Человек Был Я Уважаю Таких Людей То Есть Но Не Все Так Это Это Не Закон Друзья Мои Это Можно Так Делать Можно Не Делать Но Когда Ты Уже Господин Жатвы На Тебя Работают Люди Ты Можешь Себе Позволить Все Ездить Не Ездить Копать Не Копать Ну Это Уже Не Не Необходимость А Желание И Господин Жатвы Это Тот На Кого Работают Ангелы И Тот Кто Привлекает Людей Он Больше Не Работает Он Нанимает Командует Управляет Надо Этому Учиться В ресурсах Мы Продолжим За Это И Последнее Скажу Чуть Чуть За Радикальность Друзья Мои Вы Сейчас Многие Задумались Нужно Ли Вам Поле Я Вам Говорю Духом Божьим Если Оно Нужно Отцу Поле Мир На котором Он Развивает Свой Бизнес Своё Дело Торговлю Умножение Самое Интересное Друзья Мои Мы Когда Будем Говорить За Инвестиции Я Ещё Скажу За Это Бог Он Инвестор Знаете Есть Инвестор Уровня Бог Бог Это Инвестор У него Так Много Всего Что Ему Не Надо Работать Ему Не Надо Что То Делать Он У Него Есть Умение Привлечь Людей Он Говорит Следуй За Мною Я Тебя Сделаю Тем И Тем Вот Тебе Деньги Давай Там И Он Постоянно Вкладывается Он Постоянно Вкладывается Берите С него Пример Давайте С него Пример Возьмём Давайте Станем Вот Теми Кто На самом Деле Смотрит На Мир Как На Поле Для Инвестирования Для Постоянного Умножения Для Бизнеса И Конечно Тебе Нужно Поле Что Тебе Делать Чтобы У Тебя Появилось Своё Поле Первое Как Мы Уже Поместить Мысль О поле В свою Голову Поскольку Там Обитает Нетление Воскресение И торжество Эту мысль Оно Начнёт Растить Преломлять В голове У тебя Идеи Начнут Заработают Идеи Друзья Мои Я говорю Практичные Вещи Любой Бизнесмен Который Хоть Что-то Сотворил Взял Какое-то Поле Они Все Прошли У них Это Просто Называется По-другому Штурм Мозга Вот И просто Они садятся Иногда Там Команды И давай Идеи Разные Тупые Глупые До тех пор Пока Они выйдут На какую-то Чистую Мысль Несколько Раз И начинают Действовать Пробовать Как это Работает Поэтому Задумать О поле Надо Хотя бы Заморочиться Захотеть Я хочу Чтобы у меня Было поле Что это У Бога Есть У отца Моего А я Что Все же Его Мое Значит Здесь есть И моя Часть Для умножения И у меня Есть ангелы И у меня Есть делатели Я такой же Это моя Ипостась Господин Жатвы На меня Должны Работать Ай-яй-яй Религия И коммунизм Они скажут Смысленно Тебя Должны Работать Рабочий Человек Это звучит Гордо На самом деле Все кто это Сказал На них Работали На них Работали Друзья Мои Все кто Придумал Эти идеологии Что надо Работать Своими руками На них На всех Работали Поэтому Это ложь Однозначно Лицемерие Это просто Порабощение На самом деле Нормально Если ты решил Стать управленцем Нормально Есть куча людей Которые готовы Будут на тебя работать Ты создашь Рабочие места Тебе Их семьи Будут благодарны Это классное Дело Вообще И взрастишь Еще таких Как сам И так Первое Что нужно Чтобы приобрести Поле Задумать Задумать Это Поместить В голову Следующее Что у тебя Начнется Это Процесс Поиска Потому что Купец Представляющий Как царство Божье Управленец Он написано Ищет Ищет Что он ищет Хороших Жемчужин А также Он ищет Поле Давайте Прочитаем Еще Подобно Царство Небесное Сокровищу Сокровищу Скрытому На поле Как я и говорил Золото Оно там В поле Которая Найдя Человек Утаю И от радости О нем Идет Продает Все Что имеет Вот это Радикализм И покупает Поле То Покупает Друзья Мои Поле Вот интересно Не идет Знаете Ну как На чужом Поле Нельзя Ничего Копать Он нашел Поле Нашел Сокровищ То есть Нашел Идею И думает Ну Знаете Как я не могу Вытянуть Это золото Оттуда Это еще Не мое Мне нужно Взять Это Чтобы я Имел Право Там Возделывать Копать Доставать Оттуда И он Уторил Он не Пошел Не сказал Хозяину Поле Говорит Слушай У тебя Сокровища Я нашел Давай Поделим То есть Он был бы Послан И все Спасибо За идею Многие Кстати Так и Сливают Они говорят У меня Пришла Идея Я увидел Вот там Вот у них Бизнес Там же Можно Вот так Делать Тебе Надо Заняться Этим Бизнесом И доставать Это золото Тебе Не надо Идти к ним С идеей Модернизировать Бизнес Да пусть Они прогорят Пусть Они вообще Зачем Тебе Выдавать Это все Знаете Тебе Надо Заняться Вот такими Вещами И доставать Оттуда И Но Сейчас Я хочу Обратить Внимание Вот на что Купец Он Написано Искал Значит Он имел В голове Уже Это И ходил Смотрел Мы уже Говорили Что когда Ты имеешь Что-то В разуме Ты начинаешь Замечать Это вокруг Если ты Не имеешь Этого В разуме Все Возможности Будут Сокрыты Для тебя Сокровища Скрытые Во мраке Вот эти Многочисленные Возможности Они открываются Ищущим Вот почему Написано Что Ну Ищущий Человек Он угоден Богу Почему Потому что Он не слепой Ищущий Человек Это зрячий Человек Почему Потому что Когда он Ищет Что-то Вокруг Это значит Что внутри Него Уже Это Есть Даже К духовным Реалиям Человек Ищущий Бога Это Уже Человек Имеющий Бога Внутри Возможно Он еще Даже Не знает Об этом Но Внутри Себя Он уже Решил Что Бог Есть Я Его Ищу Как Вы Думаете Он Найдет Его Снаружи Найдет Поэтому Ищущий Находит И когда мы Здесь читаем Друзья мои Что Царство Подобно Сокровищу Вскрытому На поле То есть Твое управление Твое поле Твое Вот это Творческая Жизнь Бездельника Который Живет Ковчегом Да Она написана Он Скрытое Сокровище На поле Которое Найдя Видите Об этом Человеке Написано Что он Найдя Он Это поле Нашел Что Позволяет Нам сделать Вывод Что он Его Искал Потому Что Находят Ищущие Он Не Просто Наткнулся Если бы Он Не Искал Он Не Понял Что Вообще Про Это Поле То есть Он Не Наткнулся Он Не Искал Тот Кто Не Ищет Он Ничего Не Видит Вокруг Видят Друзья Мои Возможности Бизнеса Видят Те Кто Ищет Как И Помните Я там Из-за Вартимея Чуть-чуть Говорил Что Слепой Увидел Больше Чем Зрячее Потому Что Сильно Хотел И Мы Знаем Друзья Мои Что Отец Заинтересован Воплощении Твоих Желаний Когда Ты Помещаешь Это В Свой Разум Когда Ты По Настоящему Этого Хочешь Что Происходит Глаза Начинают Видеть Эти Возможности Вокруг Эти Многочисленные Поля С Помещенными Сокровищами Аллилуйя Просто Скажи Я Вижу Потому Что Я Очень Хочу И Полей Много Друзья Мои Но Есть Поле Где Ты Именно Ты Увидишь Сво Сокровище Никто Не Увидит А Ты Увидишь В Каждом Бизнесе Есть Какая Тайна Как Все Началось Я Сейчас Не Имею Ввиду Что Какое То Изобретение Да Конечно Кто Взял Я Слышал Человек Который Имел Какую Инвалидность Он Придумал Конструктор Лего Стал Очень Богатым Человеком Потому Что Это Самый Дорогой Конструктор Самый Классный Все Его Любят То Он Сделал Изобретение Кто То Изобрел КФС Там Эту Курицу В Панировке Просто Изобрел Не Обязательно Чтоб Ты Что То Изобретал Почему Соломон Не Изобретал Торговлю Он Взял Уже То Что Есть Он Не Увидел Так Мне Нужно Заняться Торговлей Никто Не Занимался Я Займусь Нет До Просто Увидеть Свою Часть Не Все Полей Много Но Твое Именно Сокровище Оно Сокрыто В Каком То Поле Вот Знаешь Как Бизнес Это Тайна В Каждом Бизнесе Есть Тайна Один Занимается Металлом Например И Ничего Не Имеет А Второй Начинает Заниматься Металлом И Почему У него Получается Он Что То Увидел Секрет Успеха Увидел В том Деле Который Без Него Делали Вот Такие Дела Друзья Мои Смотрите Дальше Иногда Это Твое Изобретение А Иногда Это Личная Идея Как Это Поможет Лично Тебе Еще Раз Говорю Сокровище Которое Найдя Этот Купец Он Был Ищущим Он Искал Хорошую Идею Для Бизнеса Будь Сегодня В Люди Которые Уже Нашли Идею Но Сейчас Они Горят Ресурса Нет Это Значит Или Плохая Идея Либо Тебе Еще Не Видно Как Делать Это Без Ресурса Я Еще Раз Говорю Что Думайте Как Начать Без Денег Намерение Сердца Бог Говорит Мы Говорили У Нас Были Темы Об Исполнении Желаний Лето 2022 Года Эти Темы Прозвучали И Отец Он Сильно Жизненно Заинтересован Чтобы Твои Желания Исполнялись Если У тебя Есть Желание О поле Оно Должно Исполниться Отец Заботится Об этом Все Содействует Этому Воплощению Все Содействует Ко благу Если Ты Не Передумаешь Если Ты Действительно Хочешь Хороший Купец Это Ищущий Купец Задумает О поле И Приобретает Мне Некоторые Люди Конечно Говорят Слушай Я Все Перебрал Ничего Не Работает Ничего Не Нашел Ничего Не Нашел Пробовал Не Получилось Это Означает Что Он Имеет Ввиду Что У Меня Там Вот Все Думал Где Мое Поле Где Мо Безин Пока Не Нашел Друзья Мои Ответ Только Один Ищущий Находит Если Ты Сегодня Еще Не Нашел Ты Еще Не Завершил Свой Поиск Ты Еще Очень Медленно Ищешь Я Вам Такой Пример Приведу Друзья Мои Ну Такой Урок Сегодня Тоже Достаточно Мотивирующий Сейчас Мы Еще За Поле Продолжим Помните Я Говорил Такую Фразу Что Господин Управленец Продавец Или Как правильно Сказать Купец Да Он Продает Товар Раб Продает Себя Раб Продает Практически Своё Тело Ну Вот Что Такое Продажа Тела Вот Вы Знаете Я Просто Хочу Сказать Что И Христос Это Управленец На Самом Деле Твоя Высшая Позиция Во Христе Это Быть Управленцем Нельзя Отнимать Члены Тела У Христа И Подвергать Их Лопате Вот Так Вот Я Скажу Это Можно Делать Только Вначале Но Высший Уровень Во Христе Это Управление Знаете Вот Представим Когда Я говорю Что Ты Продаешь Своё Тело Пусть На Меня Не Сердятся Те Кто Любит Работать Лопатой Потому Что Это Курс Вообще Если Действительно Раб Продает Своё Тело Себя Самого А не Товар В отличие От Купца Представьте Что Если Будь Тебе Сказали Что За Каждое Приобретение За Каждое Благо Этой Земли От Тебя Б Отрезали Кусочек Тела Как Быстро Или Как Медленно Ты Б Взялся За Мозги Как Избежать Этого Насколько Интенсивно Заработала Твоя Голова Потому Что Ты Понимаешь Что Чуть Чуть Времени И Ты Будешь Обескровлен Так Вот Я Вам Хочу Сказать Друзья С Нами Это Происходит Мы Просто Буквально Продаем Своё Тело За Деньги Как Это Дико Звучит Но На самом Деле За Еду За Свет В Квартире За Какие То Маленькие Благо И Поэтому Тело Самое Ценное Что Есть Вообще В Физическом Мире Это Тело Все Остальное Не Имеет Никакого Значения Вот Физическая Жизнь Предполагает Что Тело Это Ценное И Какая Издевка Над Нами Сынами Божьими Что Мы Берем И Своё Тело Эксплуатируем Для Того Чтобы Иметь Еду Это Неправильно Есть Нескончаемый Ресурс Здесь Нетление Манна Сокровенная Нам Нужно Переключиться Переключиться Друзья Мои Если Ты Меня Спросишь Как Долго Искать Надо Своё Поле Я Специально Тебе Привожу Этот Жесткий Пример Сколько БЫ Ты Дал Времени Себе Найти Это Поле Если БЫ Тебе Реально Отрезали Извините За этот Жесткий Пример По Кусочку Пусть Даже По Маленькому Пальчик Раз 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 Вот Отрезали Кусок Пальца Вот День Пожил Отрезали Еще Кусок Еще Кусок И Ты Сможешь Как Сокращается Твое Тело Но Ведь Так Живет Каждый Человек Считая Дни До Пенсии Он Понимает Что Он Выйдя На Пенсию Тело Будет Дряхлым Потому Что Оно Работало Здесь Артриты Тут Артрозы Здесь Инсульты От Нервов На Работе Он По сути Отдает Своё Тело За Что Вечный Вопрос То Как Быстро Если Бы Это Происходило Не Невидимо А Физически Ты Бывел Как Сокращается Тво Тело Понимая Что Ерунда Жить Осталось Как Быстро Ты Был Попытался Найти Своё Поле Чтобы Продавать Уже Не Себя А Товар Вот С Такой Интенсивностью Купец Должен Искать Применение Своему Ковчегу Применение Своему Телу Настоящее Носить Ковчег И Последнее Сейчас Я Объявлю В чём Заключается Начало Нашего Квеста Это Ещё Только Самое Самое Начало Потому Что Лучшее Ещё Впереди Здесь Написано Первое Это То Что Он Искал Поле И Всё Таки Его Нашёл Это Был Залог Успех Он Вложил В свои Мозги Задумал О поле Пошёл На поиск Вложенное Позволило Ему Видеть Наконец То Он Нашёл Утаил Не Не Выковыривал Из чужого Поля Сокровища А купил Весь Бизнес Сразу Всё Поле И Вопрос На что Он Купил В Этих же Примерах Про Жемчужину И про Поле Друзья Мои Там Написано Что Продал Всё Что Имел И Купил Возвращая Друзья Мои Ошибка Это Опять Мы Возвращаемся К Начальному Капиталу Оно Заключается В том Что Люди Хотят Остаться При Своих И Найти Где-то Деньги Ещё На Бизнес Но Иногда Всё Начинается С Радикальной Друзья Мои Позиции Продать Всё Что Имеешь Кто-то Сейчас Сидит И В ужасе Думает Ты К чему Нас Призываешь Друзья Мои Я Вас Не Призываю Продать Всё И Отдать Мне Отдайте Только Половину Я Шучу Я Друзья Мои Вос Призываю К тому Что Если Вы Хотите Реально Чтобы У вас Ваш Разум Заработал Вам Иногда Надо Подойти К этому Радикально Поле Иногда Оно Требует Продать Уже То Что Ты И И Сразу Человек Который Вообще Далёк Но Это Неправда У Каждого Человека Есть Хоть Что Нибудь Знаете Я Вспоминаю Пример Йонг Чо Пастор Йонг Чо Корейский Пастор Рассказывал Такую Историю Однажды У них Возник Сильный Долг За Здание Они Строили Здание Случился Кризис Короче Нету Возможности Было Платежей Делать И Он В церкви Призывал К пожертвования Он Кричал Мотивировал Приводил Разные Примеры Но Люди Они Как бы У них Была Позиция Нету Денег Как мы Тебе Пожертвуем Нету Денег Нету Денег И Вот Вышла Одна Вдова Пожилая Женщина И Вынесла Свою Тарелку Миску Из которой Она Ела Рис В Одно И Служение Он Опять Призвал Пожертвования Она Вынесла Эту Тарелку И Я Старая Я Живу Там Ем На Полу Но У меня Есть Вот Эта Тарелка То есть Вот Такая Нищая Женщина Была В церкви Появилась И Она Услышала Что Нужно Здание Застроить Она Говорит Я Так Хочу Чтобы Мы Имели Возможность Собираться Ну Кто Почитал Эту И И Она Говорила У Мне Ничего Будет Есть Рис Но Я Положу Руками Ничего Страшно Может Быть Хоть Десять Центов Кто Небудь Даст За Эту Миску Хоть Десять Центов Кто Небудь Даст За Эту Миску Чтобы Я Могла И Пожертвовать На Дом Божий На Меня Огонь Сошел Боже Моя Как Сердце Отца Трогают Такие И Один Бизнесмен Вскочил И Говорит Я Даю За Эту Миску Десять Тысяч Долларов И И Потом Янгичок Говорит Он Вышел Прямо Выписал Чек На Десять Тысяч Думаю Чего Ты Раньше Не Выписал Ему Не Выгодно Было Выписывать Не Выгодно Он Не Был Мотивирован У Небыли Деньги Но Он Думает Ну Если Я Дам Сюда Десять Тысяч Мне Это Мой Проект Не Хватит Понятия То У У Этой Женщины Нет Ничего Даже Миски Чтобы С Ему Ему Это Тронуло И Он Выписал Чек На Десять Тысяч Нашли Десять Тысяч И Дух Сокрушения Просто Обрушился На Всех Сидящих В Зале Огромная Церковь Тысячи И Люди Стали Жертвовать Годовые Зарплаты Выписывать Чеки Наперед Какие Заначки Подоставали Мы В Один День Покрыли Все И Здание Было Достроено Они Собрали Там Несколько Миллионов Вообще Речь Шла О Что Вообще Никто Ничего Не Давал А Тут Мотивация Возникла Почему Им Нужно Было Вдруг Они Поняли Нам Нужно Это Поле Нам Нужно Это Здание И Пример Этой Знаете Женщины Я Привел Для Того Что Когда Ты Сидишь И Думаешь Ну у меня Ничего Нет Ну у тебя Не настолько Ничего Нет Как у Нее Ничего Нет Скажите Если бы Она Выставила Эту Посудинку Вышла Куда Нибудь На улицу И пыталась Ее продать Кто Нибудь Бы Купил Это Да Никто Бы Не Купил Скорее Всего Но Было Время И Место И Было Абсолютное Знаете Состояние Сокрушение Когда Нет Гордыни И Она Продала Друзья Мои Она Продала Эту Несчастную Миску С палочками За Десять Тысяч Долларов И Я Сегодня Говорю Что Когда Тебе Что-то Надо Ты Во-первых Увидишь Что у Тебя Есть Мы Вернемся К этому В теме Ресурсов А Во-вторых Когда Ты Сильно Хочешь Ты Даже Не Представляешь Насколько Ты Можешь Продавать Потому Что Продажа Своего Имения Она Предшествовала У купца Вложению Знаете Я иногда Смотрю Сидит Бизнесмен У него Есть Там Машина Квартира Может Даже Дача И Не Одна И Он Говорит Нет Денег На Проект Я Б Туда Кинул И Называет Сумы Которые Намного Меньше Чем Его Состояние Я Сижу На Него Смотрю Думаю Ты Скоро Умрешь Финансово Умрешь Почему Потому Что Вместо Преумножения Ты Стал Бетонировать Свои Деньги Как Негодный Раб Который Закопал Иногда Покупка Это Иногда Закопать Деньги Которые Предназначены К умножению Тоже Еще Будем Говорить А Я Знал Друзья Мои В своей Жизни Я Имел Такой Опыт Когда У меня Уже Строилась Квартира Я Думал Все Я Сейчас Дострою Квартиру Я Буду В ней Жить Я Всем Покажу Как У меня Классная Квартира И Вдруг Отец Мне Говорит Не Переселяйся В эту Квартиру Как Не Переселяться А Он Говорит Эта Квартира Ты Продашь И Вложишь Деньги В Бизнес Я Такой Думал Как Я Хотел Отец Что Ты Делаешь Я Хочу Эту Квартиру Не Смотри Не Вожделей К Этой Квартире Тебе И Так Нормально Поживешь На Съемной Вот Я Живу На Съемной Я Хочу Сказать Друзья Мои Есть Я Много Лет Не Машины Почему Потому Что Я Находил Деньгам Которые Приходили В мою Жизнь Лучшее Применение Где Это Я Инвестировал В Служение В Людей В Свою Жизнь По Другому То Есть Я Считал Что Нужно Преломлять Эти Деньги Не Бетонировать Их Машину Многие Люди Сегодня Они Сделали По Другому Они Вложились В Машину И Потом Платят Кредит И Живут И Говорят Где Мне Еще Взять Денег На Бизнес У Меня Куча Кредитов Продай Машину Продай Машину Езди Там Когда Тебе Надо Иногда На Такси Ходи Пешком Езди В Метро Но Вложи Эти Деньги Вот У Тебя Будет Проект Точно Так же Есть У Людей Там Знаете Как Даже Такие Случа Как У Дача Две Квартиры Он Говорит У Него Нет Денег На Бизнес Продавай Менее Продавай Менее К Ногам Животворящего Духа Ложи Все Это Преломляй Вкладывай В поле Написано Этот купец Друзья Мои Он Столкнулся С тем О чем Вы Мне Пишите Он Столкнулся С тем Что Тот Бизнес Который Я хочу У меня Недостаточно На него Денег И он Пошел Стал Продавать Своимение Сегодня Кто-то Может Продать Машину И Вложиться Знаете Кто-то Другой У него Нет Машины Но У Всякой Ерунды Которой Ты Не Пользуешься Которой Тебе Не Надо Может Кто-то Даже Отважится Если Хороший Проект Продать Квартиру Переселиться На съемную И Крутить Эти Деньги Я Сижу Человек Который Так Сделал Я Так Делал И С Машиной И С Квартирой То Ну Понимаете То Когда Ты Понимаешь Силу Вот Этого Обладания Преумножения Преломления Ты Уже Не Думаешь Над Тем Чтобы Забетонировать Знаешь Как потребитель Надо Купить Надо Съесть Надо Чтобы У меня Было Это Это Ничего Не Надо Вот Как Павел Говорит Ничего Не И На Квартиру Ты Будешь Тратиться Это Не Инвестиция Это Называется Ты Будешь Платить Цену За Обладание Вот За Владение Цена За Владение Я Уже Говорил За То Есть Ты Владеешь Чем Ты Еще И Платишь За Это Зачем Мне Такое Владение За Которое Еще И Платить Буду Единственное Мое Владение За Которое Платить Готов Это Моя Жена Вот Она Моя Я Готов За Не Платить А Все Остальное Это Знаете И Я Хочу Вам Сказать Друзья Мои Вот Я Уже Подвожу Итог Смотрите У Меня Был Опыт Отказа От Квартиры Чтобы Влаживаться Вкладываться От Машины Чтобы Вкладываться У Меня Был Опыт Я Даже Продавал Велосипед Мне Нужно Были Деньги И Использовал Эти Деньги В Развитии В Своё Развитие То Есть Вот Это То Что Называется Купечеством Царства Божьего Кто-то Скажет У меня Нету Такого Что Продать Друзья Мои Если Вдова Смогла Продать Тарелку С Палочками Посмотри У тебя Есть Вещи Намного Более Дорогие Если Тебе Понадобятся Финансы В Твой Бизнес Мне Недавно Позвонила Женщина И говорит Что Реально Представляете У неё Квартира В хорошем Районе Где-то Там В Москве И Она Её Продает Чтобы Год Крутить Деньги Селит Маму В другом Месте На съемной Квартире Чтобы Вот Ну Понимаете Из этой Квартиры Выселяет Маму На съемную Берет Эту Квартиру И Вкладывается В бизнес Я говорю Вау Как Смело Меня Восхищает Это Круто Сегодня Мало Кто Так Делает Потому что Экономика Такая Знаете Это Надо Сильно Верить Но Она Увидела Поле Она Говорит Правильно Я Делаю Конечно Вы Молодец Вы Умница Вы Вообще Просто Меня Восхищаете Такая Смелость Радикальная Классная Сестра Хвалю Вообще Она Мне Очень Нравится И Приобретению Поля Друзья Мои Всегда Придшествует Часто Придшествует Часто Может Придшествовать Продажа То есть Он Говорит Понял Что Денег Не Хватает И Продал Все Что Имел Чтобы Купить Это Оно Того Стоит Если Вы Реально У вас Есть Идея Как Начать Что То И У вас Возможно Не Хватает Один Из Пунктов Главных Возможно Вы будете Ждать Каких-то Дополнительных Денег Но Вам Нужно Вложить То Что Есть Возможно Радикально Возможно Менее Радикально И Об этом Мы еще Поговорим На уроке Ресурсов Конечно И Дальше Но Сегодня Я хочу Сказать Вот Квест Начинается Вот С чего Первое Начни Интенсивно Как Если Ты Расплачивался Своим Телом За Свою Жизнь Интенсивно Искать Поле Это Первое Уже Вот Начинаю Потому Что Скоро У нас Еще Будет Проект Престол Бизнеса Где Я буду Консультировать Уже Лично И Это Первое Второе Что В этом Квесте Подразумевая Что У тебя Обязательно Ищущий Находит Будет Поле Уже Сегодня Начни Тренировать Себя В том Чтобы Продавать Вот Первое Тебе Практическое Задание Реально Я хочу Слышать Свидетельства Осмотри Все Что Ты И Продай Хоть Что Нибудь Чтобы Иметь На руках Хоть Какие То Деньги Потому Что Дальше Квест Будет Развиваться Так Что Их Нужно Будет Вкладывать Я Вас Научу Мы Сделаем Активацию Преумножения Но Прежде Чем Его Бизнес Начал Приносить Доход Купец Продал И Вы Знаете Я Не Знаю Там Не Написано Опытный Это Был Купец Или Нет Написано Что Подобно Купцу Ищущему Он Начал Искать Возможно Это Первый Его Бизнес Был И У Него Не Было Капитала Он Увидел Выгодно И Продал Своё Я Тебе Сегодня Предлагаю Вот Обычный Практичный Жест Возьми И Потренируйся Продавать Для Начало Продай Что Нибудь Из Своего Имущества Никуда Это Не Надо Посылать Это Не Для Меня Это Для Тебя Это Будут Деньги Реально Живые В Твоих Руках Выбор Оставляю За Тобой И Это Будет Первое Начало Нашего Квеста Я Хочу Слышать Свидетельство Что О Ва У Меня Стоял Пылесос И Я Решил Что Я Кто Забрал Я Сегодня Получил 50 Долларов Вау У меня Уже Есть 50 Долларов Чтобы Двигаться Дальше Вот Такие Хочу Свидетельства Слышать Друзья Мои Возможно Это Звучит Смешно Если У тебя Сегодня Бизнес Уже Есть Своё Поле Возможно У тебя Есть Больше Что Продать Чем Пылесос И Сделай Это Я Тебя Говорю Духом Божьим Сделай Это Потому Что Квест Предполагает Наша Практическая Сторона Особенно Делатели Все Кто Стал Делателем Для вас Это Просто Заповедь Вам Нужно Потренировать Себя Независимо От Того Что Ты Продашь Если Ты Завтра Даже Продашь Пачку Мыла Которая У тебя Лежит Дома И Скажешь Я Заработал 5 Долларов Там Она Стоит 2 Я Опять Заработал Все Мы Твое Свидетельство Будем Слушать Для чего Это Надо Это Активация Тебя Как Продавца Активация Приумножения Это Реальный Тренинг Держать В руках И Приумножать Это Тренинг Не Бетонировать Не Закапывать Это Тренинг Даже Выкапывать То Что Ты Закопал Вот Сегодня Это Практичное Задание Наш Квест Начался В О Ресурсах Я Буду Вам Показывать Ресурсы Это Очень Сильно Сработает Потому Что Глаза Многих Тоже Прозреют К тому Что У вас Есть А не То Чего Нет Потому Что Глаза Открыты На То Чего Нет Но Я Буду Показывать Что У вас Есть И Где Взять И Дальше У нас Будет Уже Конкретно Развитие Нашего Квеста На Вложение Развитие Темы Инвестиций Это Будет Здорово И Сейчас Я Хочу Помолиться За Вас Дорогие Друзья Потому Что Квест Начался Я Верю Что Точно Так Как В Прошлых Уроках Ты Когда Говорил Что Надо Откладывать Какие То Деньги Вот Это Тебе Поможет Сегодня Ты Уже Можешь Подойти К этому Еще Радикальнее Не Просто Зарплаты С Стояния То Есть Из Имущества Снова Вернуть Их Воборот Вернуть Их Воборот Вернуть Их Туда Где Нужно Преломляться И Умножаться Халлилюя И Проявите Эту Просто Знаете Подключите Весь Ресурс Вашего Нетленного Золотого Разума В этом Квесте Просто Вызов Себе Бросит Давай Вот Я Вот Это Продам Продам Вот Этот Стол Или Вот Этот Стол Ну Извините Что Я Так Скажу Но Это Вас Активирует Я Покажу Это В Следующих Уроках Начните Это Делать Начните Это Делать И Отец Я Молю Тебя Я Благодарю Тебя Я Благодарю Тебя Отец Что Всеволе Ты Возвращаешь Нашу Функцию Открываешь Нам Функцию Животворить В Финансах Преломлять Умножать Воскрешать Я Благодарю Тебя Что Это Откровение О Воскрешении Когда Ты Берешь Просто То Что Закопано Заморожено Бездарно Распределено В имущество Сегодня Сила Воскресения Это То Что Помогает Вернуть Финансы В оборот В Преломление В бизнес В умножение Это Сильное 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 И Явление Ложи руки На свою голову Я сейчас Буду Высвобождать Помазание Помазание Обретать Богатство Помазание Проводить Сделки Управлять Быть Господином Жатвы На которого Хотят Работать Отец Я благодарю Тебя Я прямо Сейчас буду Транслировать Это И поставить В тебя Ты должен Увидеть Себя Может Впервые В жизни Как Личность На которую Работают Другие Люди Пусть Это Наследие Коммунизма Религии Просто Отвалится Сейчас Закрой Свои Глаза Я говорю Это В твою Жизнь Ты Господин Жатвы Увидь Увидь Себя Сейчас Стоящим Руководящим Полем Ангелы Жнут Переводят Из славы В славу Твой бизнес Люди Хотят Работать На тебя И ты Знаешь Как Руководить Этим Процессом Ты Господин Жатвы Ты Сын Божий Ты Тот На кого Хотят Работать Тот Кто Создает Рабочие Места Нанимает Виноградник Ты Способен Это Делать Через Сотворение Через Генерацию Могущественных Идей Ты Способен Держать Свою Душу Вдали От Страсти Владения Ты Хранишь Ее В чувстве Обладания И Управления Это Твоя Функция Как Духа Животворящая Отец Я Благодарю Тебя Что Прямо Сейчас Открываются Сыны Я Возвестил Им Совершенство Твое Совершенство Иметь Своё Поле Иметь Делателей И Ангелов Эта Ипостась Сегодня Могущественно Внедрена В каждую Внутренность И Одежда Господина Жатвы Сейчас Проявляется Каждый Облекается В одежду Господина Жатвы Способного Радикально Искать Своё Поле Способного Радикально Приобретать Своё Поле Где Ничто Не Может Остановить И Видеть Сокровище Скрытое В поле Отец Я благодарю Тебя Славлю 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 Я чувствую Что сейчас Прямо кому-то Деньги Приходят На карточку И Это Деньги Не Для Еды Это Деньги Для Умножения Если Не Знаешь Как Их Умножить Отложи Но Не Трать Вот То Что Сейчас Приходит Во Время Этого Эфира И Ближайшие Еще Часы И Сутки Вот Буквально Сутки Прямо Мне Сейчас В духе Такое Приходит Если В эти Сутки Когда Ты Посмотрел Этот Эфир Пришли Какие-то Финансы Неожиданно Ты Не Ожидал Тебе Дали Пришло На Карточку То есть Не Не Зарплата Которая Завтра А Именно Какие-то Дополнительные Вещи Это Для Преумножения Это Не Для Того Чтоб Долги Закрывать На Детей Тратить Это Для Бизнеса Отложи Если Не Знаешь Вот У меня Прям Слово Знание Такое Отец Я Благодарю Тебя Есть Человек Который Вы Занимаетесь Бизнесом У вас Свой Бизнес Такой Средний Вы Не Хватаете Там Звезды С неба Но На Жизнь Хватает И Этот Человек Я Вам Говорю Сегодня Вам Нужно Радикально Подойти К тому Что Я Сказал Продать Какую-то Часть Вашего Имения И Отец Он Будет Двигать Вас Дальше В Расширение Не Именно Вашего Бизнеса А Новая Новая Идея Вы Как будто Я Сейчас Вижу У вас Есть Даже Проекты Какие-то И Вы Думаете Привлечь Инвестиции Но Отец Он Говорит Сегодня Поступите Так Как Слышали Продайте Что-то Из Своего Имения И Вложитесь Туда Может Быть Частично Но Сделайте Так Отец Я Благодарю Тебя Благодарю Тебя За Ушеслышащее Что Дух Говорит За Этот Взрыв Финансового Преуспевания Посреди Небесной Цивилизации Сынов Твоих Спасибо Отец Благодарю Благодарю Я Еще Чувствую Помазание Движется Возможно Кому-то Из вас Нужно Просто Сейчас Побыть В этом Потоке Побыть В этом Потоке И Видеть Главное Что Сегодня Вы Услышали Что Вы Господин Жатв Роль Того На Кого Работают Люди Кто Может Управлять Бизнесом Привлекать Других Людей Это Главное Что Сегодня Нужно Было Принять В Свою Жизнь Отец Я Благодарю Тебя Благодарю Тебя Итак Дорогие Друзья Я думаю Что Послушающий Урок Вас Мотивировал Учил Я думаю Что Много Еще Нужно И Прослушать Особенно Тесты Вам Помогут Это Сделать Следующий Урок Как я Уже Сказал У нас Будет За Ресурсы До Следующей Встречи Пока Мы Нищи И Многих Обогащаем Это Наша Власть Мы Нищими Себя Называем Не Потому Что У Нас Ничего Нет А потому Что Мы Сделали Дистанцию Мы Отрешились Мы Сказали Да Это Все Ерунда Управление Номер Один Ты Поставлен На Управление Поставлен Как Сын На Который Поставили Печать На Лбу Раздавать Хлеб Жизни Это Сын Который Не Говорит Да Мне Козленка Сын Который Раздает Этих Козлят Назначает Урочное Служанкам Меру Хлеба Выделяет Мне Не Нужен Миллион Долларов Мне Нужен Миллион Возможностей Процветание Не Здесь Процветание Здесь Я Хочу Чтобы Ты Знал Единственная Цель У Отца В Твоем Процветании Я Вить Избрание Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok